Царю Небесный, Утешителю Души истины, И живи с детствой, И вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю принеси листья вны, И очистины, отсядь и отскверны, И спаси, блажа, души нашу. Отец Небесный, молим Тебе, имя Господа, Иисуса Христа, благослови все занятия, беседы нашу. Даруй, Господи, чтобы Слово Твое, которое сейчас во главе сердца нашего, даруй, чтобы оно всегда пребывало в нашей жизни, в истине. Помоги, Господи, по толкованию святых отцов разуметь Слово Твое Святое, разуметь то, что Ты сказал, чтобы можно было нам это исполнить. Ибо не слышащий, а исполняющий, жив будет вечно во Царстве Твоем. Помоги нам. И братья наши, которые сейчас не с нами, милости Твои просвети. Даруй, Господи, им благочестиво провести эти часы вечерние в изучении Слов Твоих. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Своя Сына, Святого Духа. Продолжаем. По Евангелию от Марка мы идем. Прошли мы 4 главу, 34 стих прошли, 35-й, 41-й. Тоже мы начали, толкование прочитали, толкование открываем. И остановились мы на местах Священного Писания, на следующей абзаце Евангелия от Марка. 35-й, 41-й, стихи прочтем еще раз, вспомним. Вечером того дня сказал он, переправимся на ту сторону. Они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были другие лодки. И поднялась великая муря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглаве. Его будят и говорят ему, Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав он запретил ветру и сказал морю, И умолкни, перестань, и ветер утих, И сделалась великая тишина. И сказал он, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собою, Кто же сей, что и ветер и море повинуются ему? И здесь мы еще параллельно писание Матфея, 8 глава, 23 стих, Лука, 8 глава, 22 стих. Говорит вот так следующее в изучении Евангелия от Марка. Галилейское море лежит на 220 метрах ниже уровня Среднеземного моря и известно своими внезапными шквалами, стремительно налетающими с холмов. По крайней мере четверо были опытные рыбаки из апостолов, но и они растерялись. Никакие технические приемы не помогают. Еще несколько минут, и лодка пойдет ко дну. Среди этой бури Христос, утомившись от работы, спокойно спит на скамейке на корме лодки. То есть впереди лодки. Боязнь и вера, по его словам, несовместимы. Где одно начинается, там кончается другое. Так мы остановились как раз на этом месте, и дальше места Священного Писания пойдут. То есть мы говорили тут много технических. Сначала Блаженный Фертилак толковал нам, потом тут технические вот эти, как бы можно даже так назвать, вот эти места или примеры, то есть какой там шторм, о море говорили, о рыбаках говорили, в их опыте. И вот дошли мы до того, что не было веры в апостолов. Той, которая должна была быть. Которые Христос подразумевал в них до этого времени. Среди этой бури Христос, утромившись от работы, спокойно спит на скамейке. И об этом тоже поговорили. Почему так было сделано? Чтобы как раз и явить, вот показать апостолам примеры, какую веру они имеют. Ну как мы вспоминали, гонения на церковь. Это при Гекии 250-251 год. Было это в Карфагене. Церковь 40 лет не знала уже гонений в тех местах. И уже были построены церкви, прям православные храмы были. Людей были уже сотни тысяч верующих. И вдруг пришел этот Гекий и начал страшными мучениями гнать христиан. Сначала там священников хватали, епископов, священников, потом всех циклонослужителей. Потом к домерям добрались, ну и потом Господь положил предел этому гонению, когда дети умерли. Но вот до этого церковь претерпела большие изменения. То есть те, кто не смог выставить, приносили жертву бесам. И говорят историки церкви, что церковь в течение каких-то полгода была полностью обновлена. Но она стала намного меньше. Но зато будем говорить как современным языком, качество верующих стало несомненно выше. После гонения всегда. Да. То есть кровь мучеников христианских является семенем самой церкви, семенем христианства. Христос положил это в основание своей кровью. И так она кровь стала вопиять Господу, видим. Этого, может быть, нам в сегодняшней церкви не хватает. Об этом мы тоже говорили. И теперь места священного писания. На слова христианин никогда не должен бояться. Бояться всегда грешно. Но об этом мы еще не говорили. Как раз о боязни. Но это говорится о последних временах. Откуда эта боязнь возникает? Ну, так как наша христианская вера, она истинная. И апостол Павел говорит, братья, вы не во тьме находитесь. Но все для нас известно. Говорит, в течение трех лет, в день и ночь, со слезами учил я вас. И ничего не упустил. Я не виновен в крови вашей. То есть, если вы погибнете, то вины моей нет. Я вам все рассказал. Какое основание имел, так говорит апостол Павел? Потому что Господь наш Иисус Христос, Он это говорит с 16-17 главы Евангелия Теана об апостолах, обращаясь к Господу. Как бы называется первосвященническая молитва. Хотя это не молитва, а чистое обращение к Богу Отцу. Для учеников, я думаю, все это. Чтобы научить молиться, научить познавать себя и показать вообще, что Господь претерпевает за них, что Он сделал для них. И там все написано. Что тех, кого ты мне дал, Отец, тех я спас. И слово Мое их оживило. Вот. Христос сделал все. То есть, Он сказал самые нужные слова. 17-е. Все, что нужно. И дальше говорит. Да, это 17-е заканчивает. Он в 16-е начинает. И дальше Христос продолжает. Это уже после воскресения Христова. Господь до конца показывает, как должна служить церковь Богу. Как человеку спасти душу свою. Что для этого надо. Оттуда все наши семь таинств. Все это взято оттуда. Ничего не выдумано. Семь столпов церкви – это семь таинств. Они все Господом определены для церкви. Вот как раз в свое воскресенье, когда Он приходил и являлся апостолом. В течение 40 дней учил их. И в конце говорится слова очень странные. И для сектантов они до такой степени непонятны, что они их никогда даже не говорят. А если и говорят, то в неправильном толковании совершенно. И говорит. И всему миру не вместить бы книг, сколько всего сказал Христос. Не вместить столько сказанного Христом еще, что всему миру, даже если вспоминали бы все и писали, и писали. Не вместить. Что это значит? О чем идет речь? Ну как так? Ну слова это материальные. Ну материальные. То есть Христос их произнес, и дальше ничего нет. Ну кажется так, да. Но каждый человек, мы видим даже эти евангелисты, которые синаптические, то есть с схожестью. Матфей и Марк Лука. Матфей и Марк Лука. Они даже уже разнятся. И многие говорят, тут много противоречий. Они то говорят, другое это нет. Нет, просто человек как воспринял. Один это воспринял, другой так воспринял. Третий это так воспринял. Почему? По грамотности, по ракурсу даже стояния, по ветру может какой-то шум слова унес. И так далее. То есть вот это все было до такой степени, с разных сторон было воспринято. И с душевной точки зрения, и с разумной, и с физической даже. И раскрытие слов Христовых у каждого человека еще свое. Потому что и Дух Святой же еще действует, утешитель. А как он действует на верующего человека? Как открывает ему познание истины. И об этом и сказано, что не надо, чтобы кто учил вас. Дух Святой придет, научит вас, каждого из вас. А как так? Значит не нужно никаких пастырей, никого что ли, учителей. Сказано нужно. А что же дальше? А вот с такой скротостью ученики даже разумные. Те, которых Господь научил, Дух Утешитель научил, явившись к ним, когда они приняли Христа в сердце свое, обратившись к нему, свыше родившись. И тогда это учение нужно будет. Почему? Потому что таланты различные. Один имеет те таланты, другой эти. Но, как японцы говорят, стремятся все до совершенства довести. Так Христос пытается нас довести до совершенства каждого. Чтобы мы обладали всеми талантами. Все. И мы были и учительные, и кроткие, и смиренные, и милостивые, и милосердные. Чтобы и священниками были, и об этом говорится, и царями. Вы, говорят, и священники, и цари, все вы. А где? На воцарстве моем. Вот куда. Подготовка-то идет. Куда там будет японцам? Поэтому и занятия эти нам нужны. Чтобы мы научались, научались, научались. А для этого нужен что? Страх Божий. Вера и страх Божий нужны. И вот здесь как раз апостолам Господь наш показывает. Через что? Через природу. Как ни странно. Через видимое творение. Они же были плотяны еще. Он через видимое показывает их веру. Как Иванна. Казалось бы, как можно показать веру? Ну как? Всего-навсего напугать человека. Человек пугается. Но нужно знание Христа. Они Христа знали. Они знали, что Он поможет. И в конечном итоге, обращаясь к Нему, Господь им открывает. Потому что если бы так, тогда, о, тогда сколько там, если все десантники должны тогда, как прыгать с парашюта, раз и уверовал. Нет. Не в этом дело. Они Христа не знают. А апостолы были со Христом. Они старались Его слова узнать. Они понять старались. Они Ему помогали. И вот мы сейчас сидим здесь за столом, как ученики Христовы. И вот так, сидя здесь, и вот если страх какой-то наступит, какое-то искушение, испытание, как нашей сестре Александре Зубрицкой. Это настоящее испытание для нее явилось. И она не смогла выдержать. Когда сын умер. Это для нее испытание явилось. Вот так. Пустила в свое сердце эту любовь необыкновенную, прям до животности. А сама не была готова. Сама просила. Помните, как она в церкви молила. Ой, помолите за сына моего. А он алкоголик. Да, помолились. И операция прошла успешно. Не умер. А потом опять запил. И опять водку мать давай, деньги давай. И гонять ее. А ей бы тут открытым оком взглянуть и сказать, Господи, я теперь все поняла. Но осознания не было. Опять давайте молиться за него. И здесь уже Господь показал. Положил свою печать. Ребенок умирает. Она в расстройстве, в таком, что душевная болезнь. Это надо пример каждому из нас взять. У нас есть сестры, которые не меньше любили своих родственников. Вот, кстати, в частности, наша сестра. Хозяйка нашей обители. Ученый. Сейчас я все время с ним. Да. Тоже мужа любила. Но совсем по-другому себя повела. Совершенно. Она даже обновилась. То она ходила, у нее столько было заботы. Видно было, что постоянно. А здесь она постоянно и на занятиях. И мы сейчас здесь занятия ведем. И как бы это, ну, такая потеря послужила к находке. Больше. И ей не так уже и скучно. Так сколько еще здесь знаний. А мне скучать никогда. И со Словом Божьим. Со Словом Божьим. И вот так. Вот правильная постановка вопроса этого. А как, что делать мне? Я же этого человека так, что без него прям жить нельзя. Говорю, подожди. Господь мне об этом сказал. Жить нельзя без Слова Божьего. Слова Божьего. И говорит, самое страшное, что будет для человека в аду? Самое наистрашнейшее. Мучение 5 миллионов градусов. Ну да, плохо, конечно. Но не это. Червяки будут тебя там прогрызать. Да, это очень нехорошо. Прямо будут везде прогрызать. Тоже не это. А вот будет скрежет зубовный там. Такое там. Да, это тоже тяжкое. Но не это. А что там еще? То, что лица Христова ты не увидишь никогда. А мог бы. И все это будет приходить на память человеку. И человек так будет мучиться и страдать. Будет непередаваемо, непереносимо. Откуда это видим? От того, что каждый человек, как говорится, на суде Божьем, в конечном итоге признает себя виновным перед Христом. Перед Христом. Каждый. Значит, если это не ложно, Слово Божие, значит, каждого человека Христос касается в его жизни. Каждого. Ну, там про младенцев не говорим, которые никогда не видели. Там у них отдельно разговор это. А вот все люди, которые жили здесь и узнавали, каждого Господь касался и каждый мог обратиться. Видим, даже маленький. Вот Игнатих рассказывает о себе. Трехлетний возраст он уже помнит. Уже помнит о страхе Божьем. То есть, называется избран от отцовстов матери. Что называется. Ну, от отрога, да. Я вот себя, допустим, помню. Ну, я помню там какой-то возраст. Может быть, пять лет, четыре года помню. А чтобы я о Боге, у меня никогда не было понятия о Боге. Было понятие животного страха о смерти. Это я помню. Когда увидел первый раз смерти дедушки своего, то это на меня сильно столкнуло. Я начал думать об этом, о смерти. И пришел к выводу, что человек не имеет права умирать. Раз такая любовь существует, привязанность друг к другу, что прям до такого сильнейшей боли, какую я испытал, когда вот умер мой любимый человек. Он, кстати, здесь в Барнауле жил дедушком. Паровозником он работал. Там был. Награжденный во войну, раненый. Ну, от этого и помер. Довольно не прожил. И вот эта вот любовь такая, она как-то передалась на эти чувства. И расспросы эти привели меня в Библию, конечно, в итоге. И только одна Библия, только один Христос показал мне путь к истинной жизни. Как оказалось. Это было до такой степени чудо. И я всегда знал, вот это у меня было, я помню, маленький был. Я всегда знал, что впереди что-то будет необыкновенно светлое и хорошее. Как говорится, какой-то широкий путь будет. Как вот говорят, туннель. Люди летят после этого небытия. Это такая туннель, и такое эйфорическое состояние у них. И вот они там подлетают, и вдруг никто светозарный берет там за руку и начинает говорить такие слова необыкновенные. Таким ласковым языком все это. И не просто он какой-то физический язык, а как будто внутри тебя. Вот эта нежность вся. Что человек нисколько не боится, а потом вдруг раз его и забирает, что еще нет не его. И вот человек приходит сюда и начинает рассказывать. Вот такие вот чувства я испытывал, будучи маленьким. Но я о Боге не знал, хочу сказать. Был чистый атеист. Игнатихнычу было легче. В этом плане. У него мама все рассказывала. Но будем говорить так, что Игнатихныч настоящий иудей. Я вот из чисто язычников. А он как бы из иудеев. Почему? Потому что с молодых ногтей он уже слышал о Господе. Уже рожденный был верующий материк. Ему и дано, как говорится, вот столько. И вера его была тоже проверена. И вера у него была проверена не так, как у многих. Вот здесь страхом Господь проверяет. А у него проверил широким путем, чистым, открытым, с большими дарованиями впереди. Знание языков, любовь к своей любимой профессии, к морю. То есть он лоцманом хотел стать, мореходом, а может быть капитаном дальнего плана не бы стал с его-то грамотным. А там и министром каким-нибудь. То есть все переди него лежал широкий светлый путь. Чистая, как говорится, вода. Семь футов под килем. Иди вперед, дорогой. И вдруг он это все решает. Это намного сложнее. Это называется огонь, вода и медные трубы. Медные трубы мало кто знает, что такое. Огонь и вода это понятно. То есть вода это какое-то такое препятствие, которое тебя задавливает, тебе нужно это преодолеть. Огонь тоже понятно, этот страх, тем более он может пожрать. Надо тут какую-то выдумку уже иметь, пройти эти... Ну это боль будет уже однозначно. А медные трубы что такое? Медные трубы это слава. Власть. Да, ты идешь по ковровой дорожке, в диадеме, в короне. Все перед тобой кланяются и трубачи. Тун-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Идет он, вот он. И ты идешь, каждое слово твое, каждое движение, все замечают. Все тебя фотографируют, и ты что не скажешь. Вот это преодолеть. Называется звездная болезнь. Трудно преодолеть. Да. И обычно все звезды с небес Господь их сбросил на землю. Все, которые вознеслись. Особенно Люцифера и вот эта огромная звезда-то. она сейчас пытается попалить Господа но Господь милостью своей все делает вот как ни странно святые отцы уже говорят за война такая идет добра со злом а все потому что поле битвы сердце человеческое сатана борется с Богом не Бог борется с сатаной сатана борется с Богом поле битвы сердца людей а Богу бороться с сатаной не надо сатана уже заранее побежден вот эта его злоба гордость она ему не дает до конца осознать и Господь до конца борется как за Иуду боролся он до конца и за сатану так же он борется до конца почему? его пример другим наука будет людям бесы уже все у них нету такого физического состояния материального когда они могут обратить свое сознание у человека есть человек намного выше чем духи бестелесные ангелы или бесы пари это естественно выше чем ангелы это невероятно просто говорят ангелами с отделов служителями для человека ангелов служителями как бы они наши слуги ангелы помогают человеку спасение и человек выше чем ангел получается почему такие испытания претерпевают падшие духи это ангелы его не пали уже бесами стали и все и они назад нету возврата а человеку есть через какие мучения вот наш брат Владимир например он говорит постоянно чуть ли не на каждом собрании у нас слово он единственный из братьев который от нас убегал и обратно пришел я хотел стих писания привести на звездах ты говорил что в этом мире они себя как звезды считают всякие там певцы и так далее актеры Даниила 12 глава 30 стих даже со 2 и многие спящие в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной другие на вечное поругание посрамление 30 стих и разумный будет сиять как светило на твердей и обративших многих к правде как звезды вовеки навсегда вот что значит настоящие звезды да то есть но толкование звезд есть и в сторону добра и в сторону зла ну а все наглое написано смотри все в мире наглое мы смотрим и так и лев из колена Иудина и лев рыкающий и сатана и ангелы да тоже а ангелы там еще больше толкования ангелов еще сам Христос как ангел и епископ человек тоже как ангел церкви и ангел говорит церкви напиши говорит к епископам к епископам да и вот мы говорим о вере христианской что без Христа невозможно даже узнать веру твою какая градация веры и вот Христос им показывает а что затмило веру их когда он им говорит как у вас нет веры он вопрос ставит что вы так боязливы как у вас нет веры вопрос у вас веры нет этим он их побуждает уже сказать господи так если я сейчас скажу что у меня веры вообще нет тогда я бы этого и не услышал потому что он так не обращается к неверующим он же не сказал тем кто отошли от него у вас веры нет он по другому он более того он говорит тем внешним все в притчах а вам я разъясняю ученики мои я вас вижу я сердце ваше вижу я вам могу разъяснять ваш вопрос написан у вас в глазах внутри вас вопрос вы сами задать его не умеете потому что еще дух утешитель не пришел к вам то есть вы не знаете что задать вопрос этот там внутри вас и я вам отвечаю и у нас точно так же происходит иногда сидишь и вдруг Игнатик начинает или кто-то с братьев говорит и так отвечает я думаю надо же этот вопрос меня всю неделю заботил или даже больше ну как так но я то понимаю вера просто я думаю как Господь делает милость его я бы сам никогда не задал потому что мне стыдно за это а братья раз и поднимают этот вопрос думаю необыкновенно нет надо помолиться надо веровать и отступает вот эта вот боязливость какая-то вот эта робость давай брат брат сейчас нам скажет я немножко тот кто сказал что ученики не задавали вопросов вопросы у них были написаны в глазах и Христос видел сердце нет ученики как раз задавали вопросы поэтому он и отвечал на них наедине а вот те которые не задавали вопросы ну конечно Христос видит сердце безусловно тем было в притчах и Христос тем самым проверял когда говорил в притчах хочет ли человек познать Христа познать эту веру или не хочет если проявлялся интерес он отвечал и работал с ними раз не проявлялся то и и вот здесь ты сказал когда прочитал когда начинается боязливость заканчивается вера боязливость чего и вера во что поконкретней давайте хотелось бы разобрать как боязливость может помешать веру христианин никогда не должен бояться христианин никогда не должен бояться бояться чего и бояться всегда грешно чего именно ну ты что думаешь об этом я то все понимаю а ты то что ты то кому вопрос задаешь сестру а зачем ты они не спрашивают ты отвечай теперь вы знаете я когда когда школьная пицц у меня решили значит вы знали что три года тюрьмы вам за то что вы сказали о Боге я говорю знала знали и говорили я говорю да то есть и начала свидетельствовать о Христе я учительскую зашла уже перед всеми учителями перед директором то есть дал мне Господь духа не боязни вот в этом случае то есть говорит всегда ой стыдно ой как бы а что подумать или скажешь нет как-то боялись боялись говорить и у нас почему я говорю 25 лет одна бабушка да да годы гонения бабушка говорит я 25 лет хожу в храм никто не знает что я в храм пошла где диване пошла понятно то есть они боялись говорить и тем более гонения были как бы не случилось забирали же всех если ты свидетельств кому-то все молодежь вот я там на западе где была молодежи им по году 18-летним 19-летним давали погоду они отсидели уже в тюрьме они смело и проповедовали шли и в каждую квартиру бросали вот покаяние чтобы призывать людей к покаянию из Евангелия выписки делали и бросали в эти ящики по домам ну и их обнаружили в тюрьму посадили они не боялись они без боясь не нашли а когда кто-то боится даже сейчас мне многие говорят как ты так смело говоришь я боюсь я боюсь как-то говорить закрытые я говорю так а сейчас кого бояться мы в годы гонений свободно возвещали говорили о Христе а сейчас мы вот эти времена не испытали как вот вера помогала вам победить вот эту боязнь мы просто это Господь дал духами боязнь и когда я захожу я захожу в бухгалтерию где работала руку поднимайте и они они что задавали вот вопрос за вопрос столько много вот такая жажда была в людях в эти годы вот столько много вопросов и Господь благодарю Господа Бога давал на каждый вопрос ответ то есть они давали мне такие вопросы что помогим Таням помогим силам я смогла отвечать на все эти вопросы и два-три часа беседуем и потом когда я приехала в Брону устраивалась на работу нигде не принимали вот там из-за этой статьи в трудовой книжке что мне в школе поставили и они что говорили стоит начальник и задает вопрос и говорю ну что интересно какая провокация была задает вопрос я думаю а я так внутри радуюсь думаю ну сейчас примут меня на работу здесь тоже все задает задает вопросы тоже я посмотрю на время уже полтора часа прошло все вопросы я все отвечаю опять два часа прошло так Надежда Васильевна документы возьмите пожалуйста мы вас не можем принять на работу я говорю как я такая пеша думаю столько говорила я этот самый вопрос задала думаю он решил меня проверить он говорит вы говорите так что хоть сейчас беги в церковь а нам нельзя квартиру отберут машину отберут с работы выгонят куда мы мы никуда не годны и на работу я вас не возьму потому что с народом работать вам никак вы опасный человек для общества вас нужно вообще изолировать вот это да вот такие я всегда по всем препятствиям полгода ходила устраивалась не могла и по всему ворону туда туда иду и вот такие вот все вещи но я поняла что господь дает свидетельство чтобы годы гонения было в церковь нельзя если в церковь пошли они значит все их уже с работы вводят партийную книжку отберут а здесь свободно можно было побеседовать я с ними беседовала когда он говорит нет вы опасны человек для общества и вас вообще почему вас не изолировали вот так вот а за что так вы понимаете что о Боге нельзя говорить вы что говорите о Боге и там где я говорю в бухгалтерии там где сижу два человека я говорю начальник говорит я же сына вы почему говорите о Боге я говорю так она вы скажите ей чтобы она вопросы не задавала раз вопросы задают я обязана ответить и вот так вот они и постоянно а господь давал знания и духа небоязни постоянно свидетельствовать и говорить и говорить и говорить и мне нравилось что в поезде едешь то же самое мы тебя сейчас вместе с Библией в окно выброшу зайду а люди которые сядут в купе задают вопросы я им отвечаю они говорят ну-ка скройся то мы сейчас тебя самого за ноги выбросим и они заступали сидели никто и вот такой я сижу в уголочке забилась про себя так молюсь и все вы говорите говорите отвечайте и вот еще кондуктор подходит тоже слушал слушал потом слушайте женщины вы знаете что нельзя говорить о Боге я говорю ну вы скажите им чтобы они вопросы не задавали они задают вопросы я обязана ответить так все а с Игнатием Теханович когда группа ездили это когда я одна ездила а то по группам группами ездили на другой станции ждут уже милиция все высадили если вы больше если вы еще будете говорить все мы вас высадим и дальше не поймите вот такие вот вещи встречали ну в общем много-много довольно-таки интересна была жизнь на те годы гонений очень интересна была скажите полезна вот в то время ну то что о Боге не говорили да нельзя там говорить и все а в каких это было формах все появлялось то есть допустим в газетах по телевидению какие-то документальные фильмы какие-то по радио эти объявления или как или как или как или это на работе как-то там ну как это все было ну всем вот начальствующим всем было сказано что если кто-то у вас в коллективе будет говорить о Боге вы нам возвещаете или кто-то в церковь будет ходить креститься там или венчаться или еще чтобы все то есть везде и всюду на каждом предприятии везде были свои контроль да это малоусные или письменные какие-то были документы ну по всевероятности писем но как они как они могли их оповещать или может быть собирали но по радио вы никогда не слышали что люди верующие там если где-то нет никогда нет по радио не приходилось слышать но поскольку у нас радио то есть это была тайная полиция будем говорить да скорее всего со своими вот этими всеми атрибутами шпионством этими шпиками да да оповещением вот представьте мы провожаем людей стоим провожаем людей а сзади уже стоят они за каждым шагом за нами сидели знаете их очень полового потому что видна личность была и они когда его судили то все время вы вот это вот говорили вы вот это говорили все а у них уже тайная запись шла всегда в трамвае едем они уже стоят в автобусе едем то же самое стоим провожаем людей то же самое везде и всюду к больным идем с Игнатием Техничевым он говорит пойдем пешком на трамвай на автобус садиться не будем пойдем к ближним кто уже близко к смерти значит тем больным пойдем у нас было очень много больных таких которых мы навещали и мы пошли а идти вот этот второй строительный представьте по всему городу самокровского собора и все это вот мы всех больных прошли все пешком и за нами все время ехали машину одна другую сменяли они передадут и все я говорю Игнатихович уже машина новая куда нам следят и выходим из дома там последняя была Игнатихович подходит как раз и я говорю ох опять уже стоят а мы только заходим в подъезд они и за нами раз следом и как будто вот туда где-то наверх а потом раз спустились уже посмотрели в какую мы квартиру зашли все заметили а на другой день они уже приходят в эту квартиру и говорят вот у вас это опасная личность вы будьте осторожны с ними он у вас никакой литературы не оставлял он вам ничего не накал они говорят да нет зачем постоянно нас навещают как больных старых вот и все смотрите будьте осторожны с ними и подходим к эту же машину Игнатихович вы до храма довезете нас нет 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 мы туда не поедем мы выходим из храма пришли пешком ну на трамвае доехали до храма приходим а это машина Игнатихович стоит машина ты представляешь он подходит к ним вы довезете нас северо-западным баптистам там нужного если вы над ними подтрунивали он это он садится ну а вы то есть если вы подтрунивали то есть у вас ну как бы такой боязни реальной угрозы от них не было ну следят и следят посадят да мы знали что да раз я значит они посадят или меня или его ну а меня то за что меня то ничего это не готова маму моя тоже рассказывала она чуть попозже она была в комсомоле какая-то может быть должность у меня была она меня крестила маленького ее вызывают вот Валентина Рюхина мы слышали что вы были в церкви и начали она смело встала и говорит скажите мне я крестила собственного ребенка что плохого я кому сделала все опустили глаза и не могли ей ответить на этот смело поставленный вопрос что она прям что плохого я кому сделала я крестила собственного родного ребенка и может быть вот за это за те слова в те времена и Господь да вот и истинное крещение и веру после этого уже она долгое время была в неверии ну и дальше он подходит он к этому и его довозят до Бавтистов этот же а он им говорит этому водителю и там сидящим рядом вы знаете мы сейчас интересно вам расскажем ведь за нами погоня такая была вот куда бы ни пошли за нами погоня он а вот специально мы же заметили я даже в лицо когда проходила мимо машины даже в лицо посмотрела что именно они и вот и вот он им рассказывает о том что он специально это все делал провоцировал они довезли его до Бавтистов да ну там у них свои шпионы ну это как пророк да что у вас Бог спит почему он вас уже тут не понимает так же смеялся и что интересно у нас занятия идут так вот вот наш кружок занялся и вот среди нас попробуй узнать вот она шпионка простите вот она шпионка а мы не знаем она так же вот с нами занимается поем рассказывает все на завтра все известно уже там вверхах откуда мы вместе в церковь ходим в храм ходим главный священник она уже все предал а он уже сказал чтобы она везде и всюду с нами вошла к нам в доверие везде и всюду с нами были все люба человека и мы знали кто это и до самого конца так как и на техничьих на заводах будет соблюдать у нас в отделе обязательно кгб вызывает первое дело ты будешь соглашаться и все тут что везде и всюду везде и всюду все уже это все известные там вверхах все известные а сейчас говорю не надо шпионить за нами потому что все известно вот пожалуйста интернет все в всем миру все кгб и все известно кого говорит брать был Игонька у нас один звон Игоня Игоня я первый иду ты следом со мной я хотел сказать что это брат тут сказал что они задавали вопросы они не могли не могли задавать просто вопросов когда Христос пришел никто ничего не знал ни о Царстве Небесном ни о том как будет дальше идти ни тем более той тайны что Бог явился воплоте Господь их к этому всегда подводил и они просто не могли задать вопрос у них это на сердце не лежало пока ты не увидел кенгуру ты никогда не знал что у животного может быть сумка куда он орехи может спадут ни один человек никогда не догадывался пока не увидел когда увидели тогда ну логично действительно почему бы сумку не сделать ну хорошо дальше ты все знаешь человек да конечно мы теперь все знаем мы знаем что животные есть сумками смотрят а там в Австралии и мышь сумчатая вот это да но когда они на Тасмании увидели остров такой есть утконоса все были поражены необыкновенно это полностью это полностью выбило всю теорию Дарвина из всех цепочек черепаха с такой сутиной мордой еще это вообще невероятно просто он как броненосец у него такая вся панцирь целый а тут вот такая вот утка и все поняли да никогда за Господом не успеть еще будете что-то думать я вам еще подкину и вопросы они просто эти не нужны почему Господь делает так что как говорит Игнатий часто вы учитесь сами отвечать на вопросы а потом говорит так ну давайте задавайте вопросы ну давайте и все думают какой-то двоякий человек противоречивый то ему отвечать сам то задавайте мне вопросы а тут надо отвечать глупому по глупости его и не отвечать глупому по глупости его отвечая глупому не отвечая по глупости и отвечая глупому на глупость его Не отвечаю. Да? То есть все нужно как? По ситуации. Чтобы была ситуация, и не глупо это было. Чтобы у глупого поднять над его глупостью. Не опустить его еще ниже. Вот в чем дело-то. И здесь то же самое. Для чего задавать вопрос? Да ты-то ответ уже знаешь. Вот что подразумевается. А для чего тогда я задаю? Я же все знаю. А для того теперь. Раз ты знаешь, умница, то другим благоествовать надо. Ты-то не догадался ответить на него в эфире? Глазами хлопает. А я теперь отвечаю. И отвечает он. На хорошо поставленный вопрос. Разумно поставленный. Герпорт ответ идет. Широкие люди слушают. Этим разумляются. Потому что они же не сидят у ног на фону Гамалиила. Нету Гамалиила там, где они. В Екатеринбурге, может, нету, где Гамалиила. В Москве где-то нету. А в Барнауле вот оказался. Говорит, если ты нашел мудрого, топчи с утра пороги дома его, шатра. Отбивай все пороги. Аж порога нет. Стучись постоянно в дверь. Тогда уже начинай, расспрашивай полный рост. А пока неизвестно было ученикам. Потом-то они спрашивали, это понятно. Но Господь даже так им сказал, когда и в тот день, говорит, вы увидите меня и ни о чем меня не спросите. Потому что все будет открыто вам. То есть все будет открыто. Все им открылось. А они что, не спрашивали? Да, конечно, спрашивали, когда он говорил какие-то детали или что. Ясно дело, они все это расспрашивали. Я-то говорю об истинах Божьих, о тайнах, которые внутри человека. Он их не может поднять. То есть вот этот вопрос стоит. Ну как же, я же не хочу умирать, вечно жить. Ну ты что, будешь идти и всех спрашивать? А я вот знаю, как вечно жить. Так это вопрос вообще никто не задавал, как вечно жить. Даже пророки так не задавали вопрос. Ну и на ум не приходило. Это не то, что глупо, а это такое человеческое горе, вечная жизнь, смерть вернее. Что человек просто боится этого вопроса касаться. И с людьми начинаешь говорить только не о смерти. Вот помните, как это, седьмой атлас-то там, что вытворял у меня, когда я начал говорить о Христе, 68-мой школе, Надежда Васильевна была чуть ли не свидетельницей. Так четверо выскочили, а учительница вышла, ну чтобы не мешать мне, не смущать вообще детей. Она вышла и там стояла где-то, ну, а потом, видать, подошла близко к двери, там шум. А четверо вот так ногами затрахтели, а я Христе рассказываю о страдании Христовых перед пасхой. Они вот так ногами как застучали, два пацана и две девчонки, на передних партах, отличники оказалось, и не хотим о смерти. Я говорю, что ты беснуетесь-то, успокойтесь, дети, успокойтесь. Я не о смерти говорю, а наоборот о жизни вам говорю вечной. Не хотим. Я говорю, так, встаньте, все, выйдите. Учительницу найдите, скажите, что я вас в классе, там далеко не убегайте. Только, говорю, там не безобразничайте. Так они с визгом как похватились, как с визгом, как и вот так вот в дверь как долбанули, а учительница близко подошла, так они ее дверью сшибли. Она заходит, у нее залог вот так держится и такая, а что тут у вас такое происходит? Я говорю, это ваш самый любимый, самый умный седьмой А, самый дисциплинированный. А что с ними? Я говорю, ничего, все то же, что в других классах. Рассказываю о страданиях Христовых, о кресте Господнем. О Библии. Я говорю, вот, пожалуйста, такой казус. Они, говорят, тут устроили мне обструкцию. Другие-то еще поспокойнее, но тоже шумят уже, что-то там. А эти прямо вот так вот четверо. Ну, она говорит, ну, у них родители, говорит, это, да, наверное, говорит, понятно. То есть там родители, видать, уже такие, ну, или богатые и так далее. Ну, молодые, конечно же, седьмой класс там, что там говорить еще, дети. То есть до такого доходит. Страх. Итак, боязнь опять. Бояться всегда грешно. Почему бояться грешно? Потому что если бы боязнь осталась у них до конца, они бы испугались так, что даже не посмотрели бы на Господа, его не разбудили бы. Господь дабы спасся. И погибли бы просто, и все. В пучине этой морской. Не призвав имя Господа. А здесь мы видим маловерие. Почему? Они Господа будят. Не молятся уже, а будят. А для чего это? А для того, что когда Он воскреснет, они уже тогда бы осознали, что надо прям молиться Ему. Говорят, а как? Как вот вера? Что такое? Вера первым делом молиться, молитва Господу. И второе, чтение Его слова. То есть, без молитвы не будет ничего. Нужно попросить Бога. Кровь Авеля вопияла к Богу. Уже тогда. Кровь вопияла. То есть, Авель сам, видать, не успел. Но он был верующий человек. Видать, внезапное убийство было. Ну, там так и написано. Восстал, то есть, неожиданно. Восстание, это всегда неожиданность. Это ты подготавливаешься, подготавливаешься. Не так, что война, как у нас любят пугать Гитлера. Без объявления войны. Без объявлений. А, без объявления. Все простили, все, все долги. Уже помогают капиталистам, коммунистам. Почему? Без объявления войны. Вот какой он. И вот это тоже. Без объявления войны. Внезапность. Постигает. Ну, даже испугаться не успел Авель. Но кровь начала вопиять. Господу. То есть, вы знаете теперь, для чего это мы говорим? Для того, что и наша кровь также будет вопиять. Если нас постигнет внезапно какая-то пагуба. И мы. И дальше я продолжаю. Вот церковь, наша церковь, единственная истинная церковь православная, говорит только о том, что вера на земле практически вся погибнет. В смысле, в лице носителей ее людей. Верующих. Христиан. Тринадцатая глава книга Откровений. И давно было написано этому человеку, Антихристу, с духом сатаны внутри, вести брань, войну с верующими и победить их. Что такое победить? Ну, победить, значит, захватить все, пленить, уничтожить, победить. А в чем война была в верующих, ну, верующих и вот Антихристу? В чем эта война-то? Мы же не мусульмане, мы же никому голову не режем. Мы же говорим о Христе, значит, что дело проповеди задавить. Не распространять. Вот победа-то его. То есть проповедь не смогла уже нигде распространяться. Это после того, как евреи уверуют будет. Последние три с половиной года. Ну и написано же, что, слава Божия, от моря до моря будут ходить и искать. И не найдут его, красивые ваши юноши и девушки. И не найдут его. То есть это в последние времена говорит об этом. Победит он нас, победит. Все. Пессимизм? Да никак нельзя. Поэтому Господь всегда обадривает, всегда обадривает. Говорит, в третий день оплюют, заушают и убьют, и в третий день воскреснет. Тут же одной строчкой все идет. Для чего? Нету ни тени перемены у Господа. Вот да, да, это тяжело, это сложно, это терпеть надо, это долго терпеть. А потом победа сразу. Победа. Все. Как так? Это же мы так не привыкли. То есть кто-то же должен один быть победителем. Да, это Христос. А так перед этим что такое страшное поражение? Ну хорошо. Россию сколько раз захватывали? Москву уж захватил, наполил. И потом что? Отсиделись в тушинах. И он сам убежал. Прогнали. А Гитлер дошел до Москвы уже. Это, наверное, говорится вот о нашей стране, где мы живем, о родине, так сказать, нашей земной. И сколько? Это на земном примере говорим. А это пример духовный. Восстал Сатана. И началось поражение ангелов на небе. В царстве добродетели небесном. Вот все сто процентов ангелы, и все добро одно. И вдруг поражение. Тот начинает не так мыслить. Там злобно захохотал, или там ущипнул своего там собрата ангела, или что не знаю. Но это было видно на них, что они другие стали. Как? И поражение, поражение, поражение. И сто процентов, тридцать три, и тридцать три, три, три процента. То есть треть ангелов отпали. Так это очень много. Когда не было никакой борьбы, и вдруг такое, представляете, что было? Ангелы не испугались. Почему? Ну и мог Бога домой не бояться. И те восстали, сразу переменились, как только... И война была жестокая, жесточайшая. Кровью Агнца, говорит. Ходатай Нового Завета. То есть Иисуса Христа был, сатана, свержен здесь на землю. Под небесе здесь. И видео, говорит, ангела. Вот так вот. И теперь все это, этот дар безбоязненности, небоязливости, он передается христианам. То есть если ты не христианин, ты можешь бояться, сколько тебе влезет. Если ты христианин, ты бояться не можешь. Как не можешь бояться? Что вообще никакой боязни? Бояться надо, бояться потерять веру. Это что такое? Это будь кроток, как голубь, и мудр, как змей. Вот это что такое, как змей? Голову прячь, голову, веру свою прячь, когда надо. Прячь веру. Как прячать веру? Что, значит, не говорить никому? Да не об этом, наоборот, скорее всего. Надо так еще говорить, чтобы другие содрогнулись от твоей смелости. Как так, в такое время, и так мы безбоязненно. Да есть боязнь, Игнатин Ильич говорит же, как трепетал кокосиновый лист. Но сказал, а внутри боялся, что ему срок поднимут, что вот это слово его. А Господь так укрепил. Слово сказал, и ничего не подняли, и еще скостили. И в конечном итоге помощь какая была от Господа. Необыкновенная. И теперь местописание. Давайте про боязнь. Что это всегда грешно. Мы-то друг себя сейчас уговариваем, чтобы не бояться, когда придет в онное время. Римлянам 14.23. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверит. А все, что не поверит, грех. Но ясно, что боязливость, это не поверит. Тут о чем говорит. Они были боязливы, они бы пошли за книжниками, фарисеями, апостолами, а не за Господом. Однако они отвергли их. А воины стояли не с апостолами рядом. Воины стояли с книжниками. С оружием-то. Ну кто убьет-то? Кто больно сделает? Ну тот, у кого оружие. У них как мозги отсушенные, когда ему дают автоматы, он уже все, везде ладает. И у них это, ездят они сейчас, и у них такие круги, там написано. Десант. Никто, как мы. Группными буквами. Видели, наверное? И у них флаги, когда вот они ездят. Никто, как мы, десантники. Это вот воины. Им все равно, кого убивать. Вот так вот Господь попустил, наверное, людям. Такие вот они, как манкурты какие-то. Как можно так людей оболванивать? Ну, однако, оболванят. И будут такие люди, как НКВДшники, там, как вот эти бойцы Красной Армии, как там, те, которые шли за царя батюшку, умирали. Вот людей так оболванивают, называют их пушечное мясо. Но они идут, им почему-то нравится. Потому что, говорится, признак дела, призрак дела. Есть призрак дела? Как будто что-то он делает важное. Необыкновенно. Кому сейчас дают звания самые большие? Все. Разведчикам каким-то. Там кто там в Чечне, кто больше убил, там кто снайпера, там хорошие. Танкисты, ракетчики, все им дают. Тем людям, которые других людей умеют убить. Больше всего таких ценят. Киллеров всяких. Много миллионов им дают. Этим людям. Ну, а вот когда отцы порожденного там исцелил Господь, был слеп. И родители его спросили. Родители что сказали? Они же из боязни от того, что отлучат от синагоги. И они поэтому, если у вас сам в совершенных летах спросите его. Ну, они неплохо сказали. Они боялись. Ну, боялись тоже. Ну, они неплохо сказали. А что, лучше им не сказать? Ну, конечно. Конечно, почему сына-то не признать? Он же не пьяница. Никто, можно было тогда руки возложить и сказать. Он такой-то мы тогда и пьяница, и мод и пьяница. А это же был все-таки благочестивый сын. Ну, однако они боялись, видимо. Вот эта боязнь была. И вот мы видим, что апостолы, они не испугались. Они небоязливы были с самого начала. То есть, значит, вера у них была с самого начала. Они веровали в Бога. Однозначно. Ну, такой силы просто не было Духа Святого. Ну, не было помощи от Господа до конца. Потому что Господь же и в дневе был на нарушение заповеди тоже. Заповеди-то нарушались ими. Поэтому до конца не было. Но, однако, дальше читаем 1 Иоанна 4-8 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Вот у нас. Видите, приходим к каким познаниям. Это нам говорит евангелист любви. Иоанн апостол. Иоанн богослов. Единственный апостол, который, наверное, великой своей любви к Господу не был умершлен. Насильственно. Хотя он тоже претерпел и мучения от Нерона. И в котле его варили, но не смогли сварить. И там пламя им попаляли. В конечном итоге там чудо явилось такое, что котел опрокинулся. Остыл как-то. Да и когда опрокинулся, там обварил там несколько, 70 что ли, воинов. Которые были рядом. Рядом кто был. Величайшее чудо. И Нерон не возмутился, ничего. Сделано, сделано. И отправляют на остров Патмос. Евангелиста. И вот он говорит, что в любви нет страха. Как же нет страха? А страх Божий. Если у тебя есть такая любовь, то страх Божий другой будет уже. Страх. Этот страх не причинить своему любимому никакого огорчения. Никакого не причинить. Вот это вот и есть любовь. А страх есть два тоже страха. Страх не причинить огорчения. Как странно, да? А все привыкли, что что такое страх? Или жена да боится мужа своего и все. О, что это у вас за вера такая? Что жена должна мужа бояться? Они же там вместе же любят друг друга. А тут что, она бояться его будет? Нет, как-то неправильно. Врага бояться надо. Это другое. Боязнь-то огорчить чем-то. Почтения до конца не представить. Не понять из этого человека любимого для тебя. Боязнь-то в этом заключается. До конца почему никто не открывает? Ну а если ты уж так боишься, ну тогда бойся по-настоящему. Бойся. О, так я его боюсь. Все, он меня там может ударить. Все, пойму к маме. Все, закончилось. Хотел о страхе Господнем зачитать из Ветхого Завета. Интересно. Зачитай. Это книга Иисуса Сына Серакова. Первая глава с 11 стиха. Страх Господень – слава и честь, и веселье, и венец радости. Страх Господень усладит сердце и даст веселье, и радость, и долгоденствие. Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение. Страх Господень – дар от Господа, и поставляет на стезях любви. Начало премудрости – бояться Бога, и с верными она образуется вместе в очреве. Тут очень много говорится об этом о страхе Господнем. И тут вот дальше говорится, что венец именно премудрости, опять же, страх Господень. Венец – это значит конец. Венец – прямой страх Господень, произвращающий мир и невредимое здравие, но то и другое – дары Бога, которые распространяют славу любящих Его. Любовь – совместимый страх. А как понять любящим Господа? Ну так в простоте. Вот Господь – это самосущное добро. То есть у Господа никакого зла нет. Ни от какого темного места, говорит, нет у Господа. Только одно добро. И вот теперь, если человек вот это добро делает, или желает его делать, или понял, осознал, что нужно делать добро, и Господь вот дает вот эту любовь, понятие любви. А понятие любви – это вера уже. Оно очень-очень. Они прям тоже детственные уже даже. Они не просто близки, они прям одно и то же. Я вот вспоминаю себя, и всегда было желание жить в мире каком-то, со всеми даже. А как это сделать, непонятно было. И вот это вот, постоянная злоба, злоба, вот такие вот юношеские, детские разборки, какие-то всегда драчки, какие-то кусачки. Друг дружку надо обидеть, унизить, что-то отобрать, сказать, что у меня лучший ты дурачок, а я там умный. Вот это всегда везде, везде. И написано, человек рождается подобным дикиму осленку. И вот это вот непочтение, вот это вот какая-то боязнь, она всегда присутствовала в жизни. И не прививают родителей из малых лет. Никакого мира не было, никакого мира. Только одно, родители, так не ходи, не жалуйся, с тобой еще тут эти. И ты всегда... И вот эта боязнь, вот эта боязливость, она вошла в нас с молоком матери, даже еще на бабушек. Как коммунисты пришли к власти, и... Но это Господь попустил, чтобы мы вот от этой боязни до такой степени, как бы человечество, как бы с ума сошло, чтобы некоторые люди обратились к истине. А такая боязнь была, просто невероятная. Мы сейчас смотрим, что дети делают, и думаем, ой, что они вытворяют. А это раскрепощенность, эта боязливость уходит, остается свобода. Их вычислять дважды двадцать четыре. Вот сейчас мы вернулись те законы коммунистические, и прям всех подряд сажай. За фарцовку, за разватные действия, за наркоманию и так далее. Ну, там всех можно пересадить уже. Если бы вернулись человеческие законы. А Божьи. А Бог. И Бог этого не знал? Так мы сейчас скажем. Сейчас тяжело смотреть на что творится. Безнадственность страшная. А вы представляете, что было в языческом мире? Мы даже представить не можем, что было. А что? Ну, пример один. Пунические войны. Три пунические войны. Карфагенская республика. Старейшая республика. Африканский континент Испании. Это и север Африки. И Рим. Вот этот сапожок там. Без Сицилии. Еще Сицилия была карфагенской. Начинают войны. И из-за чего? Римлянам прийти к их религии. Карфагене. Какая же у них религия была? За то, чтобы сделать какое-то хорошее дело, чтобы оно прошло успешно. Они должны принести жертву. Кого? Своего любимого ребенка. Первого ребенка. Любимого ребенка. Это невероятно. И говорит, римляне их просто ненавидели за это. И бились до победы. И победили римляне. Бог встал на сторону римлян. А римляне что, лучше что ли? Что они вытворяли? Вытворяли-то вытворяли, но жертву людей не приносили. Рабство было какое? Да, было рабство. Это несомненно. Но однако не забываем, что они подняли восстание, рабы Спартака. И у них было оружие. И они были обученные гладиаторы, уже воины. Их обучили сами римляне для себя. И когда начинаешь, я всегда маленьким был. Так мне это было страшно. Как так вот? А если там два друга? Они друг друга должны отрезать этими ножами на потеху там публике. И ничего совершенно не знал я о гладиаторах. Ничего. Это были настоящие языческие мужики-убийцы. Они, во-первых, все были воинами. Уже бывшими. Убивать для них было воду. Как воду пить, кровь проливать. И они каждый били за себя, получали деньги хорошие. И многие из них были уже свободны. Там за несколько рублей сдавали свободу. И они продолжали этим заниматься. Потому что знали, я здоровый. А там какой-то новичок. Я его вот таким приемом зарежу и все. И мне денег сразу отсыпят. И делали все это с удовольствием. То есть если мы будем с этой стороны все рассматривать, то там свои были и наслаждения. Да, были и галерны, и рамы, там это все было. Но однако религия-то уже смягчилась. Карфаген-то уже больше не восстал. И дальше. Они же дороги везде построили. И по этим дорогам потом. Как потоки какие. Пошел поток евангельский. Апостолы пошли, ученики пошли по этим дорогам. Их никто не останавливал. И они шли. И евангельская весть вознеслась везде. И моментально, в течение двух столетий захватила весь мир. Весть. Вот сколько было дорог римских, столько везде захватило. До Индии не дошли, Индию не захватило. Сейчас ты только и подумаешь. Так, че же ты, язычество, мало такого существовало-то. Так афигит. Подольше бы еще. Афигит был. Да он-то был на Багаламбарском берегу. Побережье. Где корабли ходили. А туда-то не дошли они. И Китай не дошли. Хорошо в Россию доплыли. Там Черное море, да там под Днепру. Слава тебе, Господи. Что водный путь хоть был. По водному пути. Как услал Андрей-то. По водному пути. Андрей. Да. А Галлия, они вообще себя священной Римской империей потом провозгласили. А Галлия-то вообще Франция. Они где там Криву рядом стояли носом-то? Их захватывали так, что там у них Венцин Дегиторикс был такой полководец. Они бились с Римом до победного. Они все свои мужские ресурсы бросили, чтобы победить Юлия Центра. За 9 лет он их полностью разгромил, вырезал полтора миллиона галлов. Галлы смирились под рукой. А потом вдруг раз, епископат. И Иероним уже Стридонский пишет нам вульгату. Народную Библию. Вы же это французский язык. Как оно все происходит-то, казалось бы. Было хуже, стало явно лучше. Ну явно лучше стало. А будет хуже? Апостол Павел говорит, ну да, будет на такой степени хуже. Прям невероятно. А почему? До Христа-то узнали, а по-христиански жить не стали. В конечном итоге. А почему? Зло человек и неправильный ход церковь от юности. Зло человек от юности. Тут вот говорится, что страх Божий в очреве матери уже проникает. Могло это быть? Ну могло. Но мать должна быть соответствующая, чем была. Не может страх Божий посидеться в теле, которая совершенно грешницей. Поэтому и говорится здесь о боязни. Нельзя бояться. То есть Господь с нами. Вот как мы поем здесь? Кто против нас, если Бог за нас? А мы сказали, кто против нас? Бог за нас, а сами каноны не исполняем. И заповеди нарушаем Божии. Ну и что, Бог за нас, что ли? Только за нас потому, что мы еще живы. И все, больше не почему. А мы живы по милости его необыкновенной. Что может обратимся? Поэтому о боязливости вопрос самый наиважнейший. Дальше. 8 глава Римлянам, 28 стих 38-39. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какая другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Ну, брат, то я правильно понимаю, у меня как-то сомнение, что страх, имеется в виду страх смерти, а вера это вера в бессмертии. Если вот так вот в Дунаслане. Когда ты говорил, что когда начинается страх, заканчивается вера. Боязнь. Боязнь. Ну, или страх. Ну, и страх мы не говорим, что страх Божий говорит. Нет, нет. Чтобы нам отличить страх от боязни. Ну, а так-то боязнь, страх от тождества. Ну, как бы давай, вот говори, ну-то боязнь идет речь. Нет, ну, понятно, что. Страх-то тоже правильный. Но, смотри. Русский язык богатый. Опять же, и страх смерти тоже. Бог смерть же посылает-то. Тоже? Страх смерти? Ну, видишь, надо место Писания. Ты говори какое-то. Это 6 глава и послание к римлянам. Возмездие за грех смерть. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. То есть, вот, тогда с этой стороны давай подходите. То есть, неверующий человек боится смерти, потому что он хочет жить и грешить. То есть, он не верит, как бы, и люди более возлюбили тьму, нежели свет. Подожди, стоп, стоп, стоп. А верующий, он и не боится смерти. Ты тогда вопросами лучше задавай это, потому что они не боятся смерти. Чего они боятся смерти? Они верующие сейчас были. Мне не боятся неверующие смерти. Но неверующие боятся. Неверующие не боятся смерти. Чего они боятся? Боятся. Где боятся? Я боялась. Когда стала верующей, перестала... Так вы поэтому верующая. Я говорю о неверующих. Они не боятся? Чего они боятся смерти? Как понять бояться? Если бы они смерти боялись, то не можно было бы говорить. Не ада, они боятся. Они боятся, что закончатся вот эти греховные наслаждения временные. Боятся. Любой богатый, который не существует, он боится смерти. Это другое совсем. А христианин не боится смерти временной, он боится смерти вечной как раз. Но верит в бессмертие в жизнь после смерти. Подожди. В чем вера? У тебя однобокое понятие о неверующих. Будем так говорить. Конечно, когда он уже старик или рак у него, даже рак не так, но старик тогда. Старый уже, грешник старый. Ему, конечно, охота наслаждения тогда продлили и так далее. Когда он молодой, он ничего не боится. Я тебе точно говорю, что он ничего не боится. Он не боится, нисколько. Он молодой, да. Он просто не хочет думать о смерти. Вот и все. Вот это правильный будет разговор. Он не хочет думать о смерти. Рано. И когда ты говоришь, царство тебе небесное. У Игоря Третьякова мама посмотрела на меня так. Она говорила о чем-то там с отцом. А Игорь что-то раз и чихнул. Ну там пыль. А я у них ремонт делал. И я ему говорю, ну мы договорились о царстве тебе небесное. Так, пусть. И дальше работаю. И мама говорит, она ее так раз, застыла. И на меня вот так смотрит. А я как раз что-то в эту сторону. И я на нее так посмотрел. Я думал, мамочки. Поверечился я. Примарник. И я понял. И она все правильно поняла меня. И отец что-то там начал спрашивать. И она такая на меня посмотрела. Потом на Игоря так. И потом такая. Время прошло уже. Она говорит. А как же так? Вы же вроде бы друзья с Игорем. И я говорю, ну да, друзья. А что ж ты ему смерти желаешь? Саш-то бестное ему пожелал. А что ж ты как-то говорю? Смертью он же, говорит, еще молодой такой. Зачем? Ну, еще вот вернемся. Так что? Христос-то упрекнул апостолов. За что? Они боялись погибнуть, утонуть. И он их упрекает. Что ж вы боитесь утонуть-то? Я же с вами. Что тут такого-то? Ну, утонете вы. Или упрекал за то, что он не сможет их спасти. Именно вот в этой жизни. Утоники. Да. Нет. Именно что... Ну, страх просто вот перед этой стихией. Ну, страх. Ну, понятно, что... Как? Никто не хочет умирать вот так внезапно-то. Ну, что тут непонятно вот так? Где у тебя мысли? Ну, ты гляди. Вот, гляди. Вот ты лежишь на пляже, загораешь. Вот спокойно, все тебе хорошо. И загорают масса людей. Будем говорить. Десятки тысяч. Ну, что может произойти? Да ничего. Ты лежишь и думаешь, не хочу умирать, не хочу умирать. Да не думаешь-то об этом никогда. Ты о другом думаешь. Подгорит у меня этот бочок или... Когда он-то, женщина, повернется уже на спину. Посмотреть там, что есть. А то все, лежит, да лежит на боку. То есть мысли у тебя такие чисто человеческие. Ну да. И вдруг смотришь на тебя вот так вот. Вода идет. Это даже не волна, ничего. Просто вот так надвигается вода. И ты столбеневаешь. Какие там мысли? Я тебе могу сказать, что о смерти... Редко кто думает о смерти. Просто страх такой. Как так неожиданно все это? Да это... И что делать-то теперь? Теперь тебе надо какие-то телодвижения делать. Спасаться, не спасаться. Тебе никто ничего не говорит. А она идет. И некоторые стоят. И русский снимает эту волну. Это я тебе рассказываю в видео. В Таиланде, когда пришла эта волна. И вот стоит и говорит... Немец говорит, стоит. Говорит, и немец стоит. Так она идет. А немец говорит, что-то стоит. А тот прямо на берегу еще там от него метров триста стоит и снимает немец. А он говорит, так она идет же. Э, побежали, побежали. И вот так вот раз камеру видно бросил. А она еще снимает. То есть русский понял. Он понял, что надо работать ногами. Все. Никакой там нету ничего. Умру, не умру, утону. Просто бежать надо. Ну, неохота. Это же спорт там уже. И видно. Вот это дыхание такое. Бум-бум-бум. Все это раз-раз-раз. И они забежали куда-то в гостиницу. Он эту камеру снимает, продолжает снимать. Немца нету. Пляжа нету. И вот так вот уже, вот так вот вода уже стоит. И они, говорит, остались живы. Потом комментарии. Потом забрались на крышу. И до крыши вода не дошла. 12 метров. Волна оказалась. И кто говорит на горах, дом тоже остались. Ну, там же у них вот так подъем идет. То есть, конечно. А там все везде горы. Просто побережье залило и все. И поэтому, если говорить о том, что как там, что было, о чем они думали. Да просто они думали, внезапно надо как-то спасаться, что-то делать. Ясно делают, что надо до конца. Они не могут. Нету сил, понимаешь. Это все внезапно произошло. Это неожиданно для них. Никакой опыт не помог. А то, что они вот сейчас утонут, не утонут. Понимаешь, человек, он такой, он бьется до конца. Они бы даже уже лодку разбило. Они бы за доски ухватились. Они бы еще на волнах там пытались дышать. И еще бы. То есть, вот тогда, может, мысль возникла, вот оно. А здесь просто боязнь, животный страх. Как вот Игнатив, он же рассказывает об этом страхе. На него страх напал. И вот три сучка вот такая в кустах. И ходят эти ГГБшники его ищут. И у него такое. И вот от чего, говорит, я не пойму. Ну, что меня сейчас убьют или что. Я же, говорит, этого тоже не думал. А вот такой страх, вот животный страх. Даже, говорит, такого страха у меня не было в суде. Какой тот раз вот напал в кустах. Я, говорит, сижу, у меня зубы стучат. Мы можем так сказать, что такой страх просто не наступал для нас. Еще вот и все. И мы его не знали. Господь нас милостью свою соделал верующими. И пока что все это авансом нам дает веру. Я мог прочитать Приму из Соломона. О чем думать ищутся вообще в жизни своей. Ну, неверующий человек. Так немного. Приму из Соломона, вторая глава. Неправоумствующие говорили сами в себе. Коротка и прискорбна наша жизнь. И нет человеку спасения от смерти. И не знают, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы рождены. И после будем, как небывшие. Дыхание в ноздрях наших дым. И слово искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах. И дух рассеется, как жидкий воздух. И имя наше забудется со временем. И никто не вспомнит о делах наших. И жизнь наша пройдет, как след облака. И рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца. И отреченную теплоту его. Ибо жизнь наша прохождение тени. И нет нам возврата от смерти. Ибо положена печать, и никто не возвращается. Вот он дальше говорит, что Будем же наслаждаться настоящими благами. И спешить пользоваться миром, как юностью. Присполнился дорогим вином и благовониями. Да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз, прежде нежели они увяли. Никто из нас не лишает себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья. Ибо это наша доля и наш жребий. Дальше пишет, что будем притеснять праведника и так далее. Человек вообще старается не думать о смерти. Ты правильно не заметил. Он вообще не хочет думать. А то, что у них будет смерть, они понимают. Но вот именно так, что Я поэтому иду, прах будет и все, и ничего не будет. Наказания не будет никакого. Ну то есть понятно отсюда уже. Все так думают. Пока не пришло время, как говорится, пока петух не клюнул, мужик, говорит, не перекрестился. То есть получается вот так. Вот смотри, а я еще хотел прочитать. А петух-то это огненный. Это пожар. Вот насчет духа небоязни. Второе посланное Тимофею. Первая глава. Семь стих. Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия. От восьмой говорит. Итак, не стыдись, свидетельство Господа нашего Иисуса Христа, не меня узник его, но страдая с благовестием Христовым, силой у Бога. Для чего Господь дает не духа небоязни. Страх ведет к стыду. А кто стыдится, написано того, я постыжусь исповедовать. Не страх, а боязнь. Боязнь. Близость Христа не избавляет от возможностей бурь и опасностей. То есть, как человек язычески думает. Вот он Богу принес жертву своему идолу. Идол со мной. И теперь мне все пути открыты. Ну, как колдовство. Ты пришел, колдуньи заплатил там какой-то вещунью ведьме. Все она, раз ты заплатил, она теперь тебе все выкатывает как надо там. Все сделала руками там, нашептала. И теперь тебе будет только одно благо. Вот. Близость Христа совсем не так действует, как думают люди неправомыслящие. А в чем она заключается? А вот 2 Корректор 11 глава 23, 1 стих Близости. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. То есть Близость, апостол Павел Близок был ко Христу. Господь сам его привел. Ну все, что было с самого начала апостола Павла, это одни сплошные гонения, какие-то испытания, болезни его. И в конечном итоге, даже те, кого он обратил к Господу, те, кто обратились, они на него восстают. И не просто восстают, а гонят его. И он об этом говорит. И вот жало в плоть, это никакие там не слепота его, ничто. Это люди близкие ему, которые стали гонителями. Да, гонители. Это самое страшное, что твои друзья стали твоими гонителями. Да. Самое не то, что даже неприятное, это самое наинечистивейшее, что только есть. Человек, который тебя знает, как себя, твой друг. И вдруг он сейчас все это на поношение действует. И столько от тебя людей отвратит, и столько от истины, потому что ты же стараешься сказать все о Христе, по слову Божьему. И потом, может быть, даже всего твоей жизни не хватит, чтобы некоторых вернуть даже к тому, чтобы они просто с тобой здоровались. Не то, что там они слушали бы тебя или еще что-нибудь. Вот это самое страшное. Так это неприятно, так неохота. И вот это все делает боязливость. Потому что вот отступили, услышали слова Христа всего-навсего о том, что надо кровь его пить и плоть вкушать, чтобы быть верными Богу. И отступили, говорит, суровые слова, жестокие, кто может их слышать. И отвернулись, говорит, от него. Боязнь, боязнь до конца узнать эти слова, к этому привела. И нас боязнь жить до конца, веровать Христу, приводит к тому, что каноны не исполняются сейчас в церкви. В любой. Даже в Японии. Православная церковь. Не исполняют каноны. Кстати, вот интересно, у меня про Японию сейчас вспомнил. А вот японцы, они же все хотят до совершенства довести. В японской церкви, что они не исполняют? До совершенства доводили, они же японцы. А нет? А почему? Дух другой действует уже. Там такое противление. Эти японцы, они язычники уже до мозга костей. Сатана там с ними в обминку уже. И спит даже. А это же православные японцы стали. И все это нечестие, все. Там действуют мириады бесов. На каждого человека православного. Мы видим, как это сложно. Простое дело крещения, да, и не доказать. И слова Христовы, и евангельские слова, и блаженны феофиларты, святые мужи, которых они почитают, мощи которых зацеловали, затаскали везде. И ничего. Пока. Местописание. Вторая Коринфянам. Прочитали. Тяжелое испытание научает полнее доверяться Ему. Псалом 21, 4 стихи. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Игнатих, например, привел, когда мы не понимали, в чем дело. Он говорит, ну давайте, вот так вот, глядите, я сейчас пройду. Ну и так вот по прямой прошел, по трапезной. Ну, как от линолеума, вот эта полоса, и он по ней вот так прошел. Пошел, ну и что? Ну, прямо пошел, прямо. Ну, а теперь, говорит, если я, давайте вот по скамейке по этой пройду. Скамейку задержали на скамейку, он пошел и идет уже, шатается. Ну, чего, уже хуже, уже шатает у нас. А если теперь поднять на высоту, говорит, дома? Пройду я или нет? Ну, не знаю, можно пройти, можно из дуба рухнуть. А если, говорит, на девятый этаж? Ну, никто не пройдет. Однозначно. А почему? Страх. Страх. Все так же идем, но обстоятельства изменились. Страх. Просто страх. И ты не сможешь это сделать. Ты, может быть, даже сорвешься, упадешь, зацепишься на эту скамейку. Проползешь, там площадка, ты, может, спасешься. Ты, наверное, не погибнешь. Ну, страх-то, он присутствует. А если с Богом? А если ты верой укрепленный? Пройдешь? Ну, с Богом все возможно верующим. Это правда. С Богом все возможно. И ты призываешь имя Господне и делаешь. И было такое? Всегда было. Видимо, в церкви это было, в Верхозаветной и в Новозаветной. Людей Господь укрепляет, укрепляет и всегда укрепляет. Если ты с верой идешь. А как? Ну, как? Ну, как, как? Вот, читай опять. Вот, верующий. Призываешь имя Господне. В молитве. Вот они поступили маловерно. Ну, как? Где-где? Еще раз начинает читать. Ну, вот, смотри, как они. Как они сделали. Вот. Он спал на корме на возглаве. Его будят и говорят. Учитель, неужели тебе нужды нет? Что мы погибаем? Вот это их боязливости. Они показали. А как? Можно было по-другому? Ну, можно было сделать там все, что надо. И, Господи, остается только твоя молитва. Помоли за нас, грешных. Что-то не выруливаем. А тут у них паника уже началась. И я все это вам увидел. А вот если бы такое было у них состояние. О, если бы такое было состояние. То, возможно, буря бы утихла. Руль как следует направили. Проскочили бы это место. Шторм и прошли бы дальше. А он бы так и спал. А потом бы он им сказал. Я бы это испытал. Ну да. Потом бы они узнали это. Потом. Но они бы не узнали, что они было верные. Вот в чем дело-то. И мы с вами сейчас в этих тесных обстоятельствах находимся. Господь нас испытывает. Епископа нет? Все время. Митрополит. За тридевять земель, как говорится. В Т-9 царстве. Королевстве. Американском. Тяжело. Очень. Суровые испытания. Ну, суровее видели. Ну, суровые, да. Этот нас не любит. Японский. Будем говорить. Православный епископ. В Японии где-то. Тысячи лет назад. Не любит нас. Ну, то есть, прям везде раскольники-сектанты. Только начни разговаривать. Так? Испытания. Однозначно. Что нужно делать? Семикратно в день молиться. Все, о чем говорит Игнатий Тихонович. И Моретка кто исполняет. Ранний подъем. Молитвы ночные. Все, все это надо, надо и надо. И исполнение заповедей Господних. Каноны. Пост наш. Изучение Слова Божьей ради того, чтобы Господь презрел у нас грешных. Чтобы имя Его прославить, когда придет время луное. Благовестие сейчас оно постоянно приходит. Как говорится, только держись. Все, все это нужно проходить нам. Это все не боязливость. А боязливость. Ой, да что там будет? Ой, да туда нельзя. А что туда ехать? Да и без нас как-нибудь. Как родная меня мать провожала-то. Помните? И без тебя там большевики обойдутся. Нет, он стал такой горой. Но если люди до этого доходят, а христиане, сколько для нас Господь сделал? Ну давайте еще вспоминать. Что Он для нас сделал? Что претерпел? Опять о смерти будем говорить? И до каких пор? Пока бороды не отрастут. Пока ума тут не напряжется. Пока руки не захотят делать. Пока ноги не захотят идти куда надо. Будем вспоминать и вспоминать. Это не боязливость уже. Это научение. Это все нормально. Но не научающийся жив будет вечной жизнью. А? Исполнивший. Исполнивший даже. Надо исполнить все. Исполнять и исполнить. Как говорит Игнат Тихонович, чтобы в полете, как говорится, пчела застала смерть. Полный корзинок дел милосердия. И тогда уже возглас к сыну человеческому. Сын грядет, уже не испугает. Уже с делами добрых дел эта дева. Войдет в брачный чертог и двери закроются. Со стороны там, где жених. А не тут, где. Представь, столько вроде и трудился. Верующий был. И вдруг перед тобой двери закрыты. И ты стучишь кулачками. Господи, Господи. И щелочкой. Нету ничего. Не знаю вас. Не знаю вас. Отойдите от меня, делайте неправды. Каково будет? А таким людям каково будет? Ой-ой-ой. Каково же будет? А таких много будет? Вот мы с вами здесь сидим. Потому что это все прекрасно понимаем. Вы бы тут не сидели. Аминь. Аминь. Да, я так и подумал. А жалко. Так, еще местописание есть у нас. Подтверждающие сие. Итак, евреям 13 глава 5-й и 8-й стихи можно прочитать. Брат, у тебя там где-то был посланник Тимофеев? Нет, нет, нет. Евреям 13 последний. Я открывала уже здесь. Пятый и восьмой подряд. Имейте нрав несеролюбивый, довольствуйся тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник. И не убоюсь, что сделал мне человек. Какой стих? Восьмой. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тоже. Он может усмирить и бурю внутри человека. Да. Вот как в духовном плане переводится еще. То есть буря наружная оказалась бурей внутри. Буря революции еще говорят. На протяжении всей жизни. И это опять же говорит о том, что надо поступить как апостол. Они его звали ко Христу в молитве. Да. Обратились уже. Ну они обратились ко Христу все-таки. Да, они обратились. За помощью. Потому что буря, да, это каждый из нас свидетельствует. Гнев подошел, это тоже буря. Ты внутри как усмиряешься. Только молитва. Если не будешь молитвой, то все, там, буря выплеснится уже наружу у тебя. Тут, видишь, что-то больше говорится-то, если на то пошло. В этом месте Писания. Он же, видишь, спросил их. Он не сказал им, а, у вас есть немножко веры, это хорошо. Он им сказал, как у вас нет веры? Как у вас нет веры? Он бы как бы с удивлением даже это. Столько видели, столько знаний. Вот какие чудо только что. Как так? Возможно, что у вас веры нет, что мы погибнем. Вы подумали, что что-то случится с вами. И со мной тоже. То есть они же за всех испугались. Они просто были удивлены, что он спит. Разбудили его уже. А если бы они, допустим, до конца они все смотрели бы на него, схватились за лодку, там, все. Но раскачивалось бы до тех пор, пока они не повылетали бы, я думаю. Потому что они должны были это сделать. То есть вот градация их боязни, то есть градация веры. Сколько у них веры было? Какая она из себя, эта вера? А для чего это? Нам показать. Вот если бы не Игнатий Тихонович, я хочу вам сказать. Вот у нас бы не нашлось брата, как говорит апостол Павел. Среди вас чего разумного не нашлось, который бы мог рассудить этих братьев? Не нашлось. И у нас бы не нашлось. Не смогли бы доказать просто некоторые. Ну, может быть, такие были бы мысли, да. Но вот так поступить именно, ни на что не обращая внимания, идти этой стезой вообще, вы же вообще спали на вас главе и все. Даже не дергались. Практически. И епископ такие слова говорил. Он неправильные слова говорил. Какое-то возрождение в духовности, в России, где оно? Но он же епископ. Какие-то споры бы с ним. Ну, немножко затеяли он. Замолчать? Не сметь? Кто такой? Меня даже и в дьяконами руководили. Из-за этого много вопросов задавал. Может быть, не надо было? Сейчас бы дьяконам был. Ну, как говорится, имейте нрав не сребролюбивый. Все-таки мне хотелось это спросить. Я спросил, нарекание получил от Игната Тихоновича. Не надо было, говорит, лестик епископ. Чего ты к нему полез? Ну, полез до конца, чтобы было понятно. Может быть, ему когда-то будет понятно, что он сделал. Ему-то что? Мы-то вообще букашки, таракашки. Я-то по-другому думал. Я думал, он как старший наш брат думает о нас до конца. И хотелось мне рассказать, о чем мы-то думаем. О чем мы? Ну, я же как... Сестра начала говорить. Я бы не вылез. Но сестра Людмила Степанова встала и говорит, а вот мы и ходим сейчас по квартирам, а они нас еретиками называют, раскольниками. Так это... Может, пускай они сначала, ну, как покаются или что, хоть им рассказать, пойти там, чтобы... Вопрос-то правильно поставленный? Да. А она сказала ничего. А я тут вылез. Сказал, епископ сразу меня на место заклянил. Да ты-то, говорит, вообще проповедуешь, как мы тебя знаем. Ну, и начал показывать, как я проповедую. Плохо. Ну. Ну, и показал. Ну, показал там, что-то топтался и... Что-то вот такое показал. Я говорю, я не понял. И все засмеялись так дружно. Хором прям все засмеялись, все посмеялись. Ну, мне совсем не до смеха. Я говорю, я-то что-то не понял. Вы посмеялись, говорю, а над кем посмеялись-то? Над Владыкой или надо мной? Я что ли так проповедую? Кому-то вы с сестрами не ходили. Я говорю, кому-то вы не знаете. Зачем смеяться-то? Это плохо. Если надо мной, это неправда. Если над епископом, это вообще нехорошо. Правильно? Ну, то есть неправильно совершенно было, выяснило-то все. Игнать Иванович сидит, молчит. Молчит и молчит, молчит, промолчал, промолчал и ничего не сказал. Вообще ничего не сказал. А потом говорит, ты видел, я сидел, молчал? Я говорю, ну я поэтому и вылез уже, вижу, вы молчите. Думаю, у вас нету слова, я скажу. Вот ты, говорит, зря там начал говорить. Я говорю, ну а что я сказал? Я вопрос задал. Что будет с нами тогда? Нас же не примут в Москву, в Японскую патриархию тысячу лет назад. Это же ясно, что мы вообще другие. Ну как? Я и пытался Владыке объяснить, что это, другие, ну я как бы пытался так сказать, он мне не дал время. Другие просто не ходят с благовестием и на них это не отразилось никак на их жизни. А мы-то ходим с благовестием и на нас это постоянно отражается. Нам постоянно заклейняют нас и заклейняют. А теперь это какое-то объединение, о котором никто не говорил, слыхом не слыхал, духом не духовал. Почему так-то это все непонятно? То есть взывая вот к этой несправедливости, что это такое, почему мы этого не знаем? Мы же паства, мы должны это были знать. Но нас остановили, как говорится, мощные длани владычные. Молчать. Как сказано, так и будет сделано. А потом, когда еще братья приехали, там еще не разрешали снимать. Останавливали постоянно. Там какие-то догляды были. Ну так все это напоминало коммунистическую эпоху. Так это больно было. Виктор Андреевич у него после этого сердце начало шалить. И в конечном итоге ему пришлось делать операцию на сердце. Он был сам не свой. Я когда спросил, Виктор Андреевич, ну расскажите. Он говорит, нет, нет, я не буду ничего пока рассказывать. Пока не буду. Как так? Ничего себе! Съездил Виктор Андреевич, выбрали. Он говорит, я без батюшки ничего не скажу. И не сказал. Потом помаленечку, потихоньку там. Он говорит, я просто в шоке. В шоке. Мы же как голуби, как ягнята по лужку. Как говорится, до Бога высоко, а до царя далеко. Так у нас до епископа далеко. Даже Господь ближе к нам, чем епископ. Поэтому нам и хорошо. А так выглядишь, и нас тоже чем-нибудь заклеймили. Конечно, хорошо приехать с фотографиями. А теперь представь, фотографии заговорили. Начал говорить, вот брат один, да второй. Да сестры начали говорить. Да не просто там диферанду петь. Сметанку подливать к блинам. Владыке. А вопросики задавать. У нас сестра вот приехала, Михаил Погиблов. И сестра там пол мыла. И села такая с девчонкой своей. Сидит и слушает. А Погиблов, отец Михаил, благочинный Новоалтайский. Он беседует там с Игнатиховичем. Ну я там так в стороне просто сижу, сильно не беседую. Но он там говорит кое-что. Я переспрашиваю просто, потому что Игнатихович плохо слышит. И там он книги его открывает, там смотрит свои комментарии. И она возьми, да скажи там о крещении у вас разговор зашел. А я вот, говорит, ходила, говорит, там к вам. В церковь-то. А мне никто ничего не сказал о крещении. Только помочили. И как он взметнулся. Как он раскрыватился. Что? Это вы? А мне сказали, что у вас такая общая, такая благочестивая. А у вас какая-то женщина встревает в разговор. Священника, академию закончившего. И вот так вот раз, как раскрыватился. У него только красная мантия там. Как у какого-то циркача. Интересно так вообще. Алая такая внутри. И у него какая-то медаль тут висит. Видите, кто перед вами тут. А мы-то не привыкли к такому обращению. Да. Я аж остолбенел. Лена вот так вот покрылась. Вот она. Ну, красная синит. Я думаю, да я же только. Он, вот. Это что же. Да я же только о крещении сказал, что меня ничего не сказали, не крестили. Он опять, вот. И как заклеймил. Внутри там много чего есть у человека. Полным-полно. О, Господи. Боязнь, оказывается, есть даже услышать слова истины. Вот оно в чем дело. И это не только мы обращаемся. Священник как пример. А у нас сколько таких примеров. Какая боязнь. Надо бы попросить, наверное, найти, чтобы он хотя бы проповедь нам говорил, пока когда батюшки нет. Или наоборот, когда батюшка есть. Как будто бы не хватает его проповеди. Ну да, ну хотя бы, пускай, не четыре раза бы говорил, но хоть бы раз бы говорил, допустим, на воскресенье. Было бы неплохо, я думаю. Надо попросить его, чтобы он говорил. Он, наверное, ждет. Наверное, он ждет. Ну, пришло время уже. А то это боязнь уже просто, как говорится, до смеха доходит. Ну да, конечно, он говорит много. Ну, опять же, как говорится, вы свою пленку мне под язык не кладите. Он скажет, или все, или ничего. Ну, не знаем тоже до конца. Но вопрос-то можно поднять. Я думаю, сестрам, не мне. А, сестры? Да, конечно, конечно. Ну, давайте, как решитесь, поднимите этот вопрос. Галина, будешь поговорить со своими сестрами? Да, ну кто там? Александра, то есть. С Галиной. Я думаю, что было бы очень-очень неплохо слушать проповедь обуживую. Конечно, Златоуз хорошо. А олени, говорит, лучше. Потому что они хорошо везут по снегу. Но есть такие вот места, где только на оленях можно долететь. Вот я думаю, что наша община, она просто нуждается в том, чтобы проповедь в храме была на тихо ночи. И дело в том, что он сейчас ролики ставит, он может в этих проповедях высказаться, и это можно записать и выставить. Патриарх же говорит вот эти проповеди свои в храме, записывают. Ну, такие они у него, недалекие. Ну, так же он все по-человечески пытается человеком объяснить. Без слова Божьего. Не то, что там о Христе он не говорит, он иной раз говорит Христос. Понятно, что это ко Христу обращается, он и даже к Богу, Бог он говорит часто. Но вместо Писания, если и говорит какое-то место Писания, он не говорит, где это написано. А если говорит, где написано, допустим, ну, это редко очень бывает, то места-то Писания конкретного не указывает. И привязка слабенькая, слабенькая. Видно, что толкование он, может быть, и читал, но очень давно, оно ему как-то... Он так больше от своего духа говорит. Потому что он такие тематики-то выбирает, и вот часто эти иконы, и казакам он там речит. Казаков-то надо не просто клеймить, их же надо сразу всех, во-первых, на 333 года отлучить. От причастия. Потому что они не просто на войну сходили. Они, во-первых, убивали, это раз. Во-вторых, они всегда хотят идти на войну. В-третьих, они военными себя всегда считают. И в-четвертых, они же только и думают о том, и делают все то, как бы кого убить. Их вообще выпускать нельзя из покаяния, из этого. Это они прирожденные, внутренние убийцы. До революции, их не любили, да. Ну так потому, что у них все мысли, все действия, все только об одном. Защищать, защищать это рубить. У меня был знакомый казак. У него об одном только воспоминаниях, как он кончик уха срубил. Когда рубил тыкву эту, лазу там. Они все сдают экзамен молодежи на конях. И надо там, говорит, как-то так бить, он тебе рассказывал, коня немножко в сторону, и в этот момент рубишь. А он как-то что-то раз, и конча-то шарахнулся, споткнулся, и голову в эту сторону наклонил. Он как раз пошел, и ему... А это считается, если ты обрубил коню уха, позором заклеймен, и его заклеймили позором, и он это все переживает, и помнит, и все. А для чего так рубят-то они? Может, Господь и убрал его, чтобы не был убийцей. Но у него все мысли там. Вот это же так, это же вот так, это вот я молодой. Уже старик, а он все вспоминает, как он там рубил, как вот он оплошность оттуда пустил, и все. Он мучается прям сильно. Я не пошел там, а так бы я бы пошел. Я бы там... Я бы, я бы. И показывают этот... Помните Тихий дом? Как немец этот, бежит, бежит, бросил уже. А-а-а, этот австрияк. И он его догоняет, тот поворачивается, к нему ручки поднял, он его ху-ху-хо по голове. В голову рассекает, падает. Соскочил с коня, подошел, посмотрел на него. Мысли в голове какие-то. Лицо суровое. Что, убийца! Как можно было таких людей воспитывать в стране православной? Как? И вот этим вот кичатся, и им проповеди говорит, тем, кто в автомобиле водит, говорит проповеди. Зачем? Отдельно к тем, отдельно к тем. Да те грешники, эти грешники, сам грешник, ты говори ко всем конкретно проповедь, конкретную. Возьми Златоуста, прочитай, толкование блаженного фифилакта. Напитайся этим, узнай все, себя поставь на место, какой ты есть, колос ты там, сколько там у тебя зерен. А может ты еще и не взошел, каменное место тебе. Вот о чем речь-то. И определись, а потом начинай уже беседовать. А это учительство, то, что ты закончил 15 академий сатанинских. Да может быть тебе надо было всего у ног Гамалиила, даже не Христа, провести 5 минут. Не провел, как Марфа, и суетился, и бегал, о многом заботился. О наградах, о званиях, лучший храм, лучшая флотилия, место в Альпах. А потом оказалось, надо-то было всего 2 метра кубических земли для счастья. Так, ну у нас какое завершающее слово есть? Вот мы остановились на Евангелии от Марка, 5 глава, с 1 стиха по 20. Прочитайте дома, посмотрите, какие будут основные вопросы здесь, рассматриваются именно Евангелие по Марку. А толкование блаженного фехилакта, вы тоже можете прочитать. Мы здесь его будем читать также, и оно нам ближе раскроет эти вопросы, которые возникнут у нас. Господу нашему слава и свеков. Аминь. Достойно есть якова истину, блажите Тя Богородицу, призноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафин, Безыстрения Бога, Слово ручшую, сущую Богородицу Тя величайник. Сестра, о нуждах какие? Ну, а нужна к нашей церкви. Я не могу без бумажки. У меня целые там. Господи, помоги всем нашим родным, близким, нашим знакомым, кто не познал имя Твое Святое, обратиться к Тебе. Через Слово Твое Святое. Даром Господи и нам всегда пребывать со Словом Твоим Святым. И чтобы никакое гнилое слово не вышло из уст наших, когда мы будем проповедовать имя Твое Святое, или перед внешними людьми будем жить. Даруй, Господи, нам всегда быть светом истинным, этой солью для земли, чтобы не попрали нас свиньи ногами своими, не растопталат. Помоги, Господи, быть нам поборниками Слов Твоих Святых. Всегда прибегать к ним, к Тебе, Господи, Творцу в молитве. Благодарим Тебя, Господи, за то, что хранишь на нас. Создал такое общество людей, верующих Тебя, и нас поселил здесь. Благодарим Тебя, Господи, слава Тебе, Творец. И рассеянных по всей земле, Господи, Ты собрал здесь воедино. Благодарим, Господи. Помоги, Господи, быть собранным еще Словом Твоим Святым. Братьями нашими проповедниками, благовестниками. Помоги брату Игнатию, нашему чтецу, наставнику, проповеднику. Даруй, Господи, все нужно для того, чтобы посетить те народы, которые не знают еще до конца истины о Тебе. В словах Твоих, Господи. В толковании блаженного Феофилакта, Златоуста и всех Твоих святых, которые Духом Святым Твоим были просвещены в истину. И многие-многие познали через Твою истину Твою. И мы тоже, Господи. Не даруй, Господи, посрамиться нам. Научи в разуме. И даруй, с верой на надежды воскресения и жизнь вечную, достигнуть вечных благ, уготовленных святым Твоим праведным. Благодарим за эти занятия. Благодарим наших болящих по сети. Даруй терпение, облегчение, избавление, исцеление. Слава Тебе за все, Отец Твой и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Ох, Господи.